Janssen Oncology исследует активацию Т-клеток при различных заболеваниях, включая множественную миелому. Иммунная система человека – мощный и естественный инструмент борьбы со злокачественными опухолями. Т-клетки играют важную роль в противоопухолевом иммунитете. В частности, цитотоксичные Т-клетки распознают специфические опухолевые антигены и главный комплекс гистосовместимости или MHC. При связывании с опухолевой клеткой Т-клетки активируются и могут вызывать элиминацию клеток-мишеней. Обычно опухолевые клетки вырабатывают механизмы, чтобы скрыться от иммунной системы или ускользнуть от нее. Активация Т-клеток – это способ решить проблему, используя силы иммунной системы пациента для борьбы с опухолью. Активация Т-клеток способна усиливать или стимулировать нормальный иммунный ответ на опухолевые клетки. Для этого используют уникальные агенты, такие как химерный антигенный рецептор или карти-клетки, и беспецифические антитела, способные функционировать независимо от MHC с целью взаимодействия с опухолевыми клетками. Карти-клетки и беспецифические антитела способны использовать цитотоксическую функцию Т-клеток для таргетирования и устранения опухолевых клеток, преодолеть потерю или снижение регуляции MHC-1 опухолевыми клетками. Могут быть разработаны так, чтобы распознать более одного специфического опухолевого антигена, обладают высокой чувствительностью к CD3 опосредованной активации. При терапии карти-клетками используют конструкторы CAR, состоящие из трех основных частей, одноцепочечного вариабельного фрагмента или SCFV домена распознавания антигена, домена активации Т-клеток, полученного из CD3, и костимулирующего домена. Этот генноинженерный клеточный конструкт может искать клетки-мишени, связываться с ними и вызывать элиминацию клеток-мишеней. Вторая стратегия использования иммунной системы для борьбы с опухолью – это биспецифические антитела, которые можно получить несколькими способами. Биспецифические антитела сохраняют нативную структуру иммуноглобулин G и фармакокинетику, схожую с эндогенными антителами, и разрабатываются для воздействия как на CD3-компонент комплекса Т-клеточных рецепторов, так и на антиген поверхности опухолевых клеток. Это приводит к тому, что цитотоксические Т-клетки оказываются в непосредственной близости от опухолевых клеток, позволяя образовываться цитолитическому синапсу между Т-клеткой и опухолевой клеткой и инициируя активацию Т-клеток и элиминацию опухолевых клеток. 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 Т-клеток и элиминация опухолевых клеток. Продолжение следует...